Что случилось в волшебном лесу? Беда. За несколько дней до любимого детьми и взрослыми праздника Нового года похищен главный сказочник Дед Мороз. Для того, чтобы его выручить, на помощь были брошены лучшие силы. Специально для этого в сказочное Лукоморье приехали девчонки и мальчишки из разных учреждений города. Переходя по карте от одного пункта к другому, ребята собирали заветное слово, которое в итоге должно было помочь им вернуть волшебный лес Новый год. Сказочный лес – это в буквальном смысле заповедный уголок, агробиостанция Брестского государственного университета имени Пушкина. Прямо в городской черте можно познакомиться с удивительными представителями растительного мира. Весной, летом и осенью здесь часто проводятся экскурсии для брещан и гостей областного центра. Администрации и студенты Пушкинского университета долго думали, как же сделать это уникальное место популярным и зимой. Решением вопроса стал получасовой и зимний квест. Вот этот новый квест, который называется «Новогодние чудеса у елки» – это все общая идея студентов и преподавателей, руководства университета. Вы знаете, что подумали, что ездить в Беловежскую пущу далековато и решили сделать праздник для детей в черте города. В путешествии по маршруту сказочной карты ребята выполняли задания волшебного снеговика, снежной королевы и бабы-яги. Вместе со снегурочкой зажигали огоньки на главной новогодней красавице – пушистой ели. Водили хороводы и пели давно полюбившиеся песни. Конечно же, кульминацией праздника стало освобождение и заколдованного домика Деда Мороза, который подготовил для ребят сладкие подарки. Восторг на детских лицах был заметен даже невооруженным глазом. Мои ученики – это ученики второго класса, поэтому им все интересно. И они ждут чудес, они ждут приключений, поэтому сюда ехали с большим удовольствием. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дород Бакунович, Дород Бакунович. Букваночка — это ученики второго класса, но в этот раз.